С 1 октября в Украине стартовала призывная кампания «Осень-2013». В понедельник утром возле Змеевского районного военкомата друзья и близкие провожали вооруженные силы Украины пять змеевских срочников. Ребята в армию идут с удовольствием. Евгений и Алексей дружат всю жизнь. Вместе учились, теперь также вместе идут на службу. Уверены, что армия для них станет хорошей школой жизни. Захталить характер, наверное. И, не знаю, что-то для себя новое узнать, открыть. Хочу служить. С радостью иду, сам захотел. Евгений и Алексей надеются, что проходить армию будут в президентских войсках. И к службе они подошли ответственно. И спортом занимались, и морально подготавливались к смене обстановки. Морально больше готовился, чем физически. Ну, физически я занимался. Турники, брусья – это как бы всю жизнь. А больше морально себя подготавливал. Среди провожающих и старшие товарищи. Артур отслужил в Днепропетровске в военно-воздушных войсках. Армия, говорит, в чем-то закалила и дисциплинировала. Поэтому сегодня он советует испытать дух армейской жизни и своим друзьям. Если честно, даже сейчас бы мог пойти, но только на срочную службу. Еще на один круг. Роману уже 20, но он также решил, как раньше говорили, отдать долг родине. Отец с чувством гордости отправляет сына на службу. Можно так сказать, чуть ли не с чувством гордости. И то, что пойдет сын в армию, это как бы для него очень хорошо, потому что перемена в жизни более как бы станет тем же самым мужчиной, взрослей. Ну, хотел бы десантом. Десантом, да. Ну, а как-то подготавливались к службе? Морально хотел бы? Ну, морально только все, а так, не. Этот призыв на срочную службу вооруженной силы Украины станет последним. Далее украинская армия переходит на контрактную основу. В течение октября-ноября будут призваны и направлены войска 10 800 новобранцев. Из них 450 жителей Харьковской области. На этот призыв у нас он уже небольшой. Призываем с района 18 человек. Практически все идут с желанием, а не так, что мы по закону. Идут служить в различные части вооруженных сил Украины и милиции. Зачастую, конечно, хотят попасть в десантники, в морскую пехоту, чтобы улучшить свои или приобрести навыки рукопашного боя, возмужать и так далее. Но, как правило, туда мы уже не призываем целый год, потому что эти все части комплектуются только рядовыми по контракту, то есть при подписании контракта. Главной задачей этого призыва в Минобороне называют недопущение снижения качественной характеристики призывников, направляемых на комплектование войск. Поэтому теперь, чтобы попасть в срочники, нужно пройти суровый отбор. Присягу принимают лучшие из лучших. У нас есть, конечно, выбор отобрать наиболее достойных, которые по всем показателям полностью здоровые, которые с высшим образованием, имеющие там права категории Б, С, то есть те, которые на нынешний момент востребованы. В военкомате о последнем призыве срочников не говорят столь категорично. Надо четко понимать, что призыв срочников вооруженной силы и в милицию, внутренние войска и так далее, это разные вещи. Продекларировано и президентом, и министром обороны, что это последний призыв в вооруженные силы Украины. Но, как правило, у нас кроме вооруженных сил Украины существуют еще внутренние войска, войска специальной связи. То есть это те войска, которые всегда комплектовались не по контракту, а по призыву. И я думаю, что призыв еще будет продолжаться. Это первое. Во-вторых, еще нужно законно немножко поработать нашим народным депутатам и их привести к этому видению, что мы уже полностью переходим армия на контракт. И в дальнейшем призывать только, допустим, в милицию и в остальные войска. А в армии уже будет комплектоваться только по контракту. Изъявляют желание измеевчане отслужить и по контракту. С каждым годом, говорит Сергей Викторович, численность контрактников неумолимо растет. На сегодняшний момент у нас много служат, но в этом году мы призвали, служат уже пять человек. И четыре человека будут призваны 25 октября. То есть будет с нашего района девять человек, ну и люди приходят. Почему? Потому что есть те, которые не попали на срочную службу, они имеют право подписать контракт на три года. Те, которые отслужили, естественно, от 18 до 40 лет, это наш контингент, которые, если не смогли себя найти в гражданской жизни, то, естественно, приходят к нам. Потому что еще стабильность и полный соцпакет, какая-то перспектива молодых людей всегда есть. Ну, наверное, в этой, как бы, последовательности жизни и строении государства, как бы, это, я думаю, правильно. Потому что каждый человек должен выбирать свой путь, а не навязывать ему. Тем более сейчас, как бы, это контрактная армия предлагает все условия, как бы, и для жизни, и для службы. Для страны, наверное, минус. Ну, то, что не хватает, не будет защитников Родины. Последние минуты перед выездом. Крепкие объятия, слезы матерей и напутственные слова родителей и друзей. Стойкости, чтобы преодолел все трудности, которые у него будут впереди, все препятствия проходил, как бы, с любовью, с честью. Чтоб не падал духом, не боялся никогда. Перед дорогой военный комиссар проводит построение новобранцев и дает первые разнарядки. В начале, конечно, всем тяжелым. Дисциплина, еда немамкина. Ну, достаточно калорийная и вкусная. Главное вернуться здоровыми, возмужам. Уже через несколько дней новобранцы попадут в свои части, оденут военную форму и будут жить по уставу. И уже через месяц после курса молодого бойца торжественно примут присягу.